На меня напали. Мне на голову надели мешок, связали руки и вывезли в пустыню. И когда мешок сняли, я стоял на коленях перед открытой могилой, с пистолетом к моей голове. Таким было моё знакомство с Уолтером Уайтом. Я был в ужасе. Но недолго. В тот вечер я увидел возможность, шанс заработать большие деньги. Я ухватился за него и не отпускал. И в течение следующих 16 месяцев, каждое моё свободное мгновение было посвящено созданию наркоимперии Уолтера Уайта. Подождите, мистер Гудман, прервитесь. Сперва проконсультируйтесь с мистером Окли. Ваша честь, я считаю, что суд заслуживает всей правды. Вы противоречите заявленным фактам вашего соглашения о признании вины. Без обид, Ваша честь, но кажется, я знаю здешние законы лучше, чем вы. Ваша честь, мы просим перерыв. Нет, нам не нужен перерыв. Ваша честь, мы не против, чтобы мистер Гудман продолжал. Ваша честь, я ходатайству об отстранении от этого дела. Отказано. При всём уважении... Даже не надейтесь. Я солгал правительству о Ким Вэкслер. Навешал лапши на уши о её причастности к убийству Говарда Хэмлина. Я просто хотел, чтобы она пришла сюда. Хотел, чтобы она это услышала. Да, я присутствовал при варке мета. Не присутствовал при продаже. Не был свидетелем убийства. Но я чертовски хорошо знал, что всё это происходит. Я был более чем добровольным участником. Я был незаменим. Я спасал Уолтера Уайта от тюрьмы. Я отмывал его деньги. Я лгал для него. Я вступил с ним в сговор. И я заработал миллионы. Если бы он не зашёл в мой офис в тот день, Уолтер Уайт был бы мёртв или за решёткой в течение месяца. И агент Шрейдер, и агент Гомес, и многие другие люди были бы живы. Уолтер Уайт не смог бы сделать это без меня. Записали? Мы просим исключить комментарии мистера Гудмана. На каком основании? Предположение. Предложение. Он свидетельствует о своих действиях. Ваша честь, он описывает события, которые могли бы произойти, если бы он действовал иначе. Хочу сказать ещё кое-что. Ваша честь. Всяте, мистер Гудман. Прошу, ваша честь. Прошу. Мы призываем суд позволить мистеру Гудману продолжить. Разве это не предложение? Хорошо, мистер Гудман. Продолжайте. То, что случилось с Говардом Хэмлином, было... Было... Я не могу даже... После этого Ким Хватило духу начать всё сначала. Она уехала из города, но... Это я сбежал. И мой брат Чак... Чарльз Макгилл... Вы могли его знать? Он был потрясающим адвокатом. Самым выдающимся человеком на моей памяти. Но он был ограничен. Я пытался... Я мог бы стараться лучше. Я должен был. А вместо этого, когда... Ваша честь. Билл, пожалуйста. Дай мне закончить. Вместо этого, когда я увидел возможность причинить ему боль, я её воспользовался. Я добился отмены его страховки от халатности. Я забрал у него единственное, ради чего он жил. Закон. После этого он покончил с собой. И я буду жить с этим. Я буду жить с этим. Что это было? История с твоим братом даже не преступление. Ошибаешься. Мистер Гудман, сядь и оставайтесь на месте. Моя фамилия Макгилл. Я Джеймс Макгилл. Ваша честь, в связи с признанием... Ваша честь, мы хотели...